Привет, дорогой соседушка. Мне сложно описать свое состояние. Я в сильном шоке был. Я очень боялся за свою жизнь, за своего ребенка и за свою семью. Я думал, что другом его убили уже. Не желаю никому оказаться в такой ситуации, в которой я оказался в тот день. Вы осознанно схватили нож? Я схватил нож, не с целью кого-то ударить, а чтобы напугать нападавших, потому что меня избегал в тот момент, когда у меня ребенок на руках находился. Когда вы осознали, что совершили убийство? Когда в руках увидел рукоятку от ножа. То есть сломалось на железо? Да. Вы сами вызвали полицию? Да, я как понял, что произошло, я позвонил в скорую помощь и вызвал полицию через службу 112. Приходит Лена и говорит, что... Заходит и говорит, что Светлана Борисовна Васю убили. Как убили? Ладно, я не могу больше говорить. Я сказала, Анна сказала, его зарезали. Я говорю, обожди, я хоть бинты возьму, я останавливаю кровь. Я могу даже на сонной артерии кровь останавливать. Анна сказала, он уже умирает. И вот я пошла, как была вечером, в тапках, не одетая. Я пошла туда. На поле увидела три трупа. Одному посмотрела, глаза, зрачки расширенные, значит, умер. Другому посмотрела, глаза, зрачки расширенные, значит, умер. Даже пульс не надо приделать на сонной артерии. Третьему посмотрела, глаза тоже самое. Три трупа. Они же ворвались с дубинками, стали колотить без разговора, без разбора, все там. А он с ребенком был. Под сушилкой, говорит, что вы делаете? Это для ковра сушилка там длинная. Что вы делаете? Он извывался, чтобы они под тело не могли его бить. Я же с ребенком, говорит, что вы делаете? Так они его по ногам били. Он потом на корточке не мог присесть даже, когда уже вот его задержали, уже потом. Он говорит, я не могу, отцу говорил, я не могу присесть на корточке. Когда я прибежала, это было просто ужас. Он стоял весь белый, он слова не мог сказать. Он обычно, я говорю, Саня, Саня, что ты наделал? Говорю, я еще не знала, что случилось, что это за люди, что это, кто они такие, ничего. Просто калитка была открыта, я увидела, что труп лежит. Лера сказала, что мама Саня так сделала. Говорит, мы побежали, как в чем были, в том и побежали, даже не разбирая. А Миша, друг его, он был вот так, все в крови, руки в крови, лицо в крови, вот так все текет у него. Это просто ужас было. Я потом говорю, Светлана Борисовна, как вы с этим будете жить? Что вы наделали? Она говорит, пусть сидит, ему так и надо. Что ей говорите, где папа? Папа на работе, в командировке, она его каждый день ждет и говорит, когда же он приедет, когда же эта командировка его закончится. Ваша дочка вот при всем этом присутствовала, как она пережила вот эту психологическую травму, которая была ей нанесена? Сейчас это как-то сказывается? Или она уже так успокоилась? Нет, она до сих пор вспоминает ее по вечерам, когда мы читаем с ней книжку, а она спрашивает, мама, откуда взялись эти дядьки злые в нашей деревне. Ситуация в СИЗО, скажите, в каких условиях вы там содержитесь? В нормальных условиях там тоже люди живут от администрации, отношения, нормально все относятся с уважением. То есть сижу в нормальных условиях, все, постельное белье меняют, раз в неделю баня, кормят. Не скажу, что хуже, чем в армии, но примерно так же. То есть в СИЗО... А что занимаетесь свободным летом? Читаю. Что именно? Ну, в последнее время по делу читаю, а так художественную литературу. У нас там раз в две недели в библиотеку приходят, какие книги принесут, такие читаю. Последний раз вы свои суток увидели в сентябре, да? Вроде как, да. Или в конце. По-моему, да, в сентябре. Ну, значит, переписываете, потому что электронные письма... Да, да, да. Электронные письма, ну, постоянно переписываюсь. Друзья пишут, все пишут, не забывают. Ну, какие, может быть, слова вы хотите сказать жене, дочке так давно не видеть? Ну, мне сложно об этом разговаривать. Я просто хотел бы привет передать, все. Он не виновен. Он не виновен. Получилось так просто. Его спровоцировали. Субтитры сделал DimaTorzok